так друзья всем пачангус сегодня такая маленькая продуктовая магазинная зарисовочка у нас допустим начнем с картофана стоит 24 евро цента картошки много разные лук есть тоже он морковка есть чеснок за 50 центов так помидоры 80 центов у нас стоит такие мягкие помидоры кстати какие-то уже такие вяленькие я бы сказал эти есть огурцы но я вам хочу показать конфеты потому что думаю это будет более интересно смотрите какое количество конфет вот таких вот конфет вот так вот это очень редко кстати в европе я вообще не видел ну то есть только таких специализированных российских если так можно сказать магазинах ты стоит они 9 евро стоит килограмм вот таких вот конфет такие типа ласточка а нет красный октябрь красный октябрь а вот это вот как называется это лайма вот это лайма это местные конфеты то есть рижские даже но латышеские точнее говорить вот аленка пожалуйста ведь таки маленькая ленка стоит 682 евро цена 6 евро 82 цента килограмм аленки таки вот это тоже какие-то конфетки у нас очень много очень много смотрите от этого допустим стоит 3 евро саркана называя но это тоже лайма относится тут как мы видим рижские основном лайма идет вон наверху идет латвия рига написано есть разные такие варианты рафаэлла шоколадные плитки шоколадные плитки примерно 1 евро цена у шоколадной плитки потом смотрите друзья тоже такие штучки ведь интересные печенюшки печенюшки а печенюшки кончились как том анекдоте болот а это все местная продукция да рижская не обязательно а литовский да вас с литвы то есть это даже не местные получается допустим вот эти вот пряники пряники точно не могу не могу вспомнить пряники стоит 1 евро 41 цент килограмм пряников такие вот видите вкусняшки этот зефир кажется называет шоколаде или шоколад в зефире или зефир шоколаде вот эти так сейчас мы узнаем а сколько вот эти стоит не подскажете вы никак понять не разобраться не можем тут написано вот 209 2 евро 9 цент это латах латы латы да 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 платы такие вот дела друзья так чтобы вам еще показать здесь такое интересное тут у нас салаты сыры тортецкие вообще все есть очень большой выбор вообще здесь выбор магазинах начнет еды просто огромнейшие и рыбы и мясо все имеется притом еще есть такая вещь которой нету других европейских магазинах это вот эта рыба видите то есть скумбрия в таком стиле допустим вот эта скумбрия стоит 1 килограмм 8 евро 31 цент вот если у вас такие продаются тоже напишите сколько стоит будет интересно кроме этого здесь такая хорошая вещь есть то что вот этот кефир и масло ой кефир и сметана точнее это свежий то есть они видите наливают в банку там разные виды стоят этой сметаны то есть не просто в этих упаковках потому что в некоторых странах даже в упаковках не бывает сметаны а здесь не просто есть пикан здесь что твороги есть разных тоже виду сметана тоже есть разных видов сметана стоит килограмм примерно два с половиной евро пример на цена вот есть за 2 евро Если 2,5 евро От жирности зависит То есть 15 градусная 2 евро стоит 20 градусная 2,5 евро стоит 25 градусная Тоже 2,5 примерно евро стоит То есть вот такие цены Также имеются тортецкие у нас Можем наблюдать Такой тортецкий стоит 7 евро Кстати тортецкие у них не дешевые Вроде бы Хотя вон тот вот стоит Видите большой тортецкий Стоит 6 евро То есть нормальная такая цена Опять таки с чем сравнивать И где сравнивать Потому что если сравнивать с европейскими ценами Конечно это недорого Вот один эклерчик К примеру стоит 36 евро центов То есть это недорого Даже я помню в этих И в Болгарии и в таких странах Эклер стоил минимум 50 центов Ну вот в принципе здесь тоже он 50 стоит Просто написано что акция проходит Такие вот вещи Курочки Курица гриль 5 евро стоит Маленькая Или они по килограмм А килограмм стоит 5 евро То есть сама Ну да Килограмм 5 евро Также здесь есть вот такие тортецкие Допустим смотрите Вот такой торт Он совсем недорогой Видите он стоит у нас 2 евро 2 евро 30 центов Вот такой вот Наполеон И Ну сколько я его беру Он мне всегда нравится Правда иногда он бывает уже высушенный Надо свежий брать Но так вкусный торт То есть Вкуснее чем вот эти вот такие большие Которые торты Хотя они тоже конечно хорошие Но Такие вот разновидности есть Так посмотрим Вот здесь кефиры Сметаны Все такие вещи Как уже сказал Здесь все в упаковке А там Где мы смотрели с вами Можно На разлив брать И Как говорят Сами продавцы На разлив Кефир И Сметана Получше Чем Которые в упаковке Не знаю На сколько это правда Или нет Может быть просто Старая Знаете Привычка такая Что если Если на разливчик идет То все Типа свежее А с другой стороны Возможно Так оно и есть Вот сырки Тоже очень интересная вещь Которые В Европе Тоже вредка Очень где можно купить Вот пожалуйста Вот такой сырок Стоит 14 евроцентов Вот они здесь разные Видите 26 евроцентов Вот Здесь чуть подороже Здесь 31 евроцент Но уже Вот такие Я допустим Беру Вкусные Утром С чаем Можно пить Такие дела Потом друзья Хлеб хочу отметить Тоже в Риге В Риге Очень много Хорошего хлеба Рижский хлеб Он здесь там Бородинский Не бородинский То есть Очень большой выбор Есть Притом Черный Вот видите Вот такой Черный хлеб Разный Есть Чтобы вы знали Есть черный хлеб Который крашеный То есть Из-за того Что он черный Он не знает Что еще черный То есть Он просто покрашенный Есть реально черный хлеб Вот сейчас В этом месте Очень вкусно Пахнет Хлебом Притом Хлебом Если я не ошибаюсь Пахнет таким Натуральным Таким черным Потому что Если вы не знаете Есть такая закидушка Знаете В хлебных магазинах Выставляют Как бы его назвать В общем Запах создается Такой Типа Типа Свежая выпечка На самом деле Хлеб может быть ужасный А запах стоит вкусный То есть Люди на это покупаются И покупают плохой хлеб Но здесь Как уже сказал Хлеб хороший Ну по крайней мере Так все говорят И я тоже его ем И не раз уже убеждался Но я беру Вот примерно Вот такой хлеб Я беру В основном То есть Черный Или даже Вот такой вот Вот такой вот Черный Видите Он стоит Сколько он стоит Евро 27 Евро 27 То есть Примерно в таком стиле Вот этот тоже Такие беру Ну кроме этого Есть и более Привычные Скажем так То есть Белые такие хлеба Батончики Тоже Они стоят Вот 60 центов Стоят 70 центов То есть Примерно Вот такие вот цены На хлеб идут Вот есть Кирпичики Вот видите Кирпич Стоит 88 центов Надо вообще читать Составы Когда берешь Но я в этом Плохо разбираюсь Но если ты понимаешь Вот эти все составы То Можешь взять Хороший хлеб Который не крашенный То есть реально Сам черный Сам по себе То есть полезный Вкусный Хороший Одним словом Качественный хлеб А можно взять Не понимая Просто хлеб взять И Прогадать Вот Такие вот тонкости есть Я конечно в этом всем Не очень разбираюсь Но потихоньку Потихоньку Вот это В этом путешествии Все больше и больше Каких-то знаний получаю И начинаю разбираться А вы не подскажете Самый хороший хлеб Вообще какой Вот Который здесь есть Натуральный Вот читается Можете Если такой вопрос Актуален вообще Вот еще такой вопрос Вы знаете Есть хлеб Который черный Да А есть хлеб черный Но крашенный Вот хотелось бы Который черный Сам по себе Ну темный То есть такой натуральный Темный хлеб Ржаной Да Вот натуральный Вот это да А вот еще такой вопрос Вот этот хлеб допустим Вот я его Беру он Вот как вы думаете Вот этот Вот этот И вот этот я еще беру Нормально? Нет даже вот этот Вот он Вот он Вот этот я беру А ну это вообще Ну как вам сказать Бездрожжевой То есть он полезнее Чем ржаной Который делается на Закраске То есть этот Лучше получается Спасибо большое Спасибо Вот видите Оказывается Я беру Самый лучший хлеб Ну да Здесь Я просто так Чисто на упаковку Смотрю Вот смотрите Какая она Со всякими Тут какие-то Знаки Качества стоят Но это опять Друзья Вы же понимаете Что все это Можно нарисовать Что угодно Любой фантик Можно Изобразить Как говорится Так Ладно Что у нас Тут еще Имеется Вот рыбы Пельмени Колбасы Такие вот Продукты Всякие есть Так Что ж А еще я вам покажу Тоже отличительные вещи Которые есть Только здесь Сейчас Остальные вещи В принципе Они-то везде есть Вот такие Отличительные вещи Это Сейчас Это вот Смотрите Вот этот раздел Видите Вот допустим Вот такая вот Видите Килька в томате Вот в томатном соусе Кто знает Кильку в томате Тот понимает Что это такое Вот такая банка Стоит 78 евроцентов Вот Потом есть Допустим Вот такая банка А нет Это такая же Кажется Да-да Это точно такая Есть еще Нет Тоже точно такая Сейчас Секундочку Вот еще Вроде бы есть Нет Килька Обжаренная В томатном соусе Видите Это стоит 74 цента Чуть-чуть дешевле На 4 цента Дешевле То есть Такие вот Примерно Вот здесь вот есть Смотрите Скумбрия В томатном соусе Стоит 98 вроде бы Центах То есть Вот такие вот цены И вот такой выбор Также естественно Шпроты Очень много здесь шпрот Вот смотрите Шпроты в масле Помните Если вы помните Я в разных местах В Испании На Кипре мы были На Мальте Еще в каких-то местах Сейчас точно не буду Не вспомню где Я вам показывал Вот эти русские магазины С русскими продуктами Так вот В них всегда бывают Вот эти шпроты Вот они там Примерно стоят 2 евро 2,5 евро А здесь они Видите Стоят 1 21 евро То есть Пол евро Или еврик Всегда добавляется Вот Также В последнем месте На Кипре Это кажется было Ну не в последнем А одном из последних мест Там очень много Русских магазинов было Просто реально много Вот То там эти русские магазины Не стоит забывать Что у них накидочка Тоже такая Неслабая была Вот старая Рига Видите называется Old Riga Что у нас это такое Ну тоже шпроты Шпроты в масле Стоят евро 2,7 евро Но это такие эксклюзивные Такие красивенькие Смотрите Как сделано То есть вот такие вещи Есть и разные Какие-то вот эти Тушенки Вот смотрите Говядина тушеная Вот все вот эти продукты Которые я вам сейчас показываю Вы их По крайней мере Я не видел Не знаю Может быть они есть где-то Конечно продаются Специализированных магазинов Но Ну точнее В русских магазинах Они есть Вот так Там в польских магазинах Тоже есть Кстати еще Вот так Их нету Это очень Так можно сказать Такая эксклюзивная Вещь Вот это что у нас Тоже томат какой-то Скумбрия Скумбрия Тоже по евро В общем все вот эти банки Примерная цена У них евро Вот так получается Там я Орехи 3.54 3.54 евро 54 цента Стоят вот такие вот орехи Так ладно Друзья Буду я Закругляться Такая вот Маленький Обзорчик был Продуктов Смотрите Анзор ТВ Двигаемся В Голливуд Солнечную Калифорнию Находимся В городе Рига Калифорния